всем привет ребятки я так надеялась пару дней назад что у меня аллергия но никакая это не аллергия все-таки это простуда вчера целый день пролежала в кровати на работу не пошла муж у меня дай бог ему здоровья вчера у него выходной день был он конечно же возле меня целый день как кучка вот так знаете что тебе дать что тебе принести тебе удобно выпей лекарства побежал супчиком не купил он у меня кушать совсем не умеет готовить поэтому в таких ситуациях благо у нас полно ресторанов возле дома сбегал купить супчик а потом заказали уже попозже вечером заказали еду из ресторана покажу вам чем лечусь значит вот эти два лекарства это одно и то же лекарство просто дневное и ночное вот это конечно палочка-выручалочка от ночного лекарства так хорошо спишь я выспалась хоть за эту ночь уже первую ночь не очень хорошо спала мне какой-то кашель такой знаете дерет вот здесь все в груди вот это конечно классное классное средство робитусин и он это первый раз такое пробую во первых очень вкусная с медом его на 4 раза выпила за вчера мне легче стало но все равно слышите какой голос и еще кашля сейчас вот сижу жду ответа с работы у меня работа господи слава богу дай бог здоровьем моим моим боссом это я сравниваю со своими предыдущими работами где просто был какой-то знаете думайте ребятки у нас все вот так прямо гладко в америке хорошо нет конечно в таком месте работала и в первом и во втором и в третьем знаете такое отношение к людям болеешь никого никого это не интересно особенно последнее место работы это вообще ужас был там я работала у арабов вообще не приходишь на работу тебя увольняют никого не волнует больная ты не больная но это просто какая конечно так не должно быть тем более в америке но что поделаешь поэтому я оттуда и ушла и наверное мне бог вот просто за все знаете вот эти вот мои страдания но это реально последняя последнее место работы моего было я каждый день плакала приходила домой ну я там и не так долго отработала но не так мало около года но натерпелась и там конечно вот так мне наверно боженька вот после этого вот такое хорошее место работы дал а вчера правда поздно нужно было раньше раньше мне предупредить но я думала и до последнего момента думала что я пойду на работу но мне так плохо вчера было ну куда ну куда эти даже не то что знаете этом работа вове в офисе где мало людей я с людьми работаю куда идти в таком состоянии я людей позаражаю и я позвонила сказал что я заболела и сегодня проснулась моя начальница уже мне написала сообщение спрашивает как я себя чувствую говорю но я чувствую себя получше конечно сравнение со вчерашним днем но как вы видите тоже ищу кашля я и так и сказала говорю ты меня хочешь я конечно могу выйти если напиться лекарств выйти на работу но ты меня хочешь таком состоянии видеть думаю что это не очень презентабельно видеть такого работника в ресторане она говорит сейчас буду искать тебе замена на сегодня дай бог ей здоровье я пока проснулась у меня рано проснулась потому что вчера а выпила снотворное это лекарство которое со снотворным эффектом пошла спать раньше пошла спать чем обычно лекарство меня просто знаете вырубила сейчас сижу пью чай просыпаюсь и нужно что-то готовить кушать каждый день из ресторана питаться не не будешь болезнь болезнью но на наших женских плечах все обязательно есть какие-то дела приготовить кушать наверное все приготовлю кушать и буду отдыхать смотреть телевизор но я так говорю ребятки как будто бы у меня уже выходной я очень я думаю что она найдет мне замену но если она конечно напишет что не может найти мне замену то мне придется идти на работу на плюс лекарств вот это лекарство выпил дневной пойду на работу что делать такая жизнь у нас в америке сегодня буду готовить куриные отбивнушки порезала куриные грудки вот так на 3-4 части вот из трех грудок у меня столько получилось отбила посолила поперчила вот такой у меня соус а мы покупаем его в гипермаркете биджи и здесь так и написано что это заправка для салата а также можно мариновать мясо и добавлю сок одного лайма и буду обжаривать вот в таких вот панировочных сухарях какая все-таки необходимая вещь вот такие перчатки на кухне как кстати я их купила так мясо наверное еще немножко добавлю паприки к мясу это всегда очень вкусно и хорошо вот с перчаткой вот так это все мясо перемешаю поставлю в холодильник на пару часов все конечно идеально чтобы эта курица постояла одну ночь но я хочу и сегодня пожарить поэтому всего пару часов постоит она у меня я пока буду варить суп девчонки мои красавицы хозяюшки ну и мальчишки кто любит готовить хочу вам посоветовать и показать сегодня подробный рецепт очень вкусного супа супа пюре из тыквы тем более сейчас начинается сезон тыкв сейчас буду чистить резать вот такие две у меня тыквы два вида тыквы но можно готовить из одного вида какая тыква у вас есть дома я села потому что еще такая слабая буду все это дело делать сидя почистила и порезала тыкву вот такие большие куски сильно мелко тыку резать не нужно я ее сейчас сполосну перед тем как буду готовить еще мне нужен будет лук вот такая большая луковица маленький кусочек у меня в холодильнике был и чеснок чеснок у меня четыре зубчика больших и два маленьких лук порезала вот такими большими кусмерами ну потому что все равно он же будет измельчаться блендером а чеснок измельчила вот такая у меня есть чеснокодавилка кстати она очень удобная сейчас лук и чеснок сначала лук потом чеснок обжарю вот в таком оливковом масле это масло специально для готовки и потом добавлю а тыкву и разные разные специи готовлю суп вот такой вот кастрюльки сейчас еще немного лук поджарится добавлю чеснок и буду добавлять уже тыкву добавляю в суп из специй такая у меня вкусная соль с разными травками перец конечно же черный немного добавлю орегано и паприка обжаренному луку с чесноком я добавила тыкву и совсем немного вот наверное вот этого будет достаточно кипяченой воды чтобы тыква прав тушилась готовлю в такой кастрюле потому что мне нравится что вот эта крышка она без дырочки вот здесь и она так плотно закрывается моя тыква хорошо протушиться прошло 15 минут я думаю что тыква моя уже готова ножом еще можно потыкать попробовать до готова она мягкая и на этом этапе я буду добавлять куриный бульон у меня в холодильнике был куриный бульон и его разогрела можно конечно девчонки если у нас нет куриного или говяжьего бульона можно развести кубик или два кубика куриного бульона в кипятке и использовать точно так же вот как я буду использовать куриный бульон видите почему я наливала воды вот знаете чтобы не полная не закрывала вода кипяченая тыкву в начале потому что я добавляю бульон можно было бы конечно немного меньше добавить воды и чтобы суп был не очень жидкий вот я добавила бульон сейчас еще немножко прокипит моя тыква я ее выключу и она у меня будет остывать в перерывах между готовкой все-таки стараюсь лежать отдыхать как говорится болезнь нужно вылежать вот такой у меня уютный здесь уголок приглушенный свет я себе такое покрывается мягкая взяла сделала себе чай я сегодня еще ничего не ела как-то аппетита нет только чашку чая с овсяным молоком выпила сделала себе еще чашку чаще с немножко остынет я мед добавлю чай вот такой вот апельсиновый чай я думаю будет вкусно с медом но он немножко должен остыть перед тем как добавить мед съем банан меня здесь салфетки на общем то все под рукой я смотрю своего любимого дмитрия гордона вот так я удобно валяюсь на своем диванчике выздоравливаю ну как слышите голос еще конечно больной и жду ответа с работы уже час тридцать дня мне вообще-то в два часа уже нужно ну если я собираться буду на работу то в два часа уже нужно будет собираться пойти в душ привести себя в порядок моя начальница что-то мне ничего не ответила не знаю я думаю что все таки найдет она мне замену но если не найдет придется идти мне на работу что вы думаете пойду я сегодня на работу или нет